В ночь на 6 августа российские оккупанты ударили из зенитного ракетного комплекса С-300 по пятиэтажному дому в Константиновке, это Донецкая область. В результате обстрела обвалился подъезд. По предварительной информации, жертв нет. Но более детально о ситуации знает и расскажет наш корреспондент Алена Грамова. Алена, тебе слово. Расскажи, пожалуйста, всю информацию о том, что происходит в Донецкой области, в тех населенных пунктах, где удается побывать нашим корреспондентам. Прошу. Здравствуйте, коллеги. Действительно, мы сегодня побывали в Константиновке. Сейчас мы находимся в Покровске и готовим материал о массовой эвакуации, которая каждый день буквально проходит. Об этом чуть более детально, чуть позже расскажу. Да, действительно, по Константиновке был сегодня нанесен ракетный удар и разрушена пятиэтажка, обвалился целый подъезд. И за ночь работники государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли 7 человек из-под завалов. На самом деле, из-за того, что в области достаточно активно проходит массовая эвакуация, ну вот такое количество у нас просто пострадавших, жертв нет. Мы имели возможность пообщаться с жителем этого подъезда, который, как и еще 15 семей, остался без квартиры. Он рассказал о том, что взрыв произошел после 12 часов ночи. Ну и в его подъезде, на самом деле, из 15 жилых квартир, ну вот было только 5 квартир, где находились люди. Поэтому вот ситуация такая. Знаем о том, что одной женщине очень повезло, потому что буквально после удара из своей квартиры третьего этажа она упала на первый этаж и осталась жива. Всем оказана медицинская помощь. Но о том, что произошло более детально из уст человека, который в момент удара находился, давайте послушаем, как он прокомментировал. Там, получается, вы под завалами оказались, да? Я в спальне остался, жену завалило, ее доставали потом. МЧСники приехали, достали ее и отвезли в больницу в травматологию. Прокапали, гипс наложили. На данный момент работы относительно пострадавших завершены. Однако все-таки есть мероприятие, которое еще необходимо выполнить. Это снятие аварийных конструкций, которые в дальнейшем могут нанести вред гражданам. Мы знаем о том, что работы продолжаются. Около 30 тонн разрушенных конструкций уже разобрали работники государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Ну и вот такая была непростая ситуация в Константиновке. Знаем о том, что удар был нанесен также по городу Дружковка. И в целом за минувшие сутки российские войска нанесли 40 ударов по городам и населенным пунктам Донецкой области. 220 населенных пунктов пострадают по-прежнему. Каждый день под обстрелами находится Северск, находится город Бахмут, находится Солидар и, конечно же, Авдеевка. Вот из этих 40 обстрелов 12 только были в городе Авдеевка. Кстати, вот сегодня, находясь и снимая, готовя для вас материалы массовой эвакуации, у нас была возможность пообщаться с людьми, которые сегодня эвакуируются. Мы знаем о том, что около 500 каждый день покидают регион. И, конечно же, люди задумываются об отопительном сезоне прежде всего, о том, что уже начинают отсутствовать коммуникации. Ну, если в больших городах еще есть мобильная связь, и, допустим, есть вода, есть электричество, то в населенных пунктах, которые находятся вблизи линии фронта, такие как Авдеевка, уже отсутствуют все коммуникации. Мы подготовили материалы, у нас была возможность пообщаться с мужчиной, с Алексеем, который буквально вчера выбрался из-под обстрела, разрушено его жилье. И сегодня вместе с семьей воспользовался эвакуационным поездом. Коллеги, в целом ситуация в Донецкой области по-прежнему остается сложной. По информации Генерального штаба, самые непростые направления на сегодняшний день – это Бахмутская и Авдеевская. Если коротко у меня все, я продолжаю следить за ситуацией в регионе, для того, чтобы оперативно давать вам все свежие новости. Алена, мы тебе благодарим, благодарим за работу, береги себя. На связи с нами была корреспондент Алена Грамова, рассказала подробности обстрела Константиновки, и также поговорила и рассказала об эвакуации украинцев с Донецкой области, поговорила с жителями, которые продолжают, вот и в Покровске, да, то, что мы видели, мы видели перрон, эвакуация продолжается. Мы обязательно следим, как только будет новая информация, Алена Грамова и другие наши корреспонденты, которые работают в зоне боевых действий, обязательно к нам присоединяться к эфиру информационного марафона «Фридом» на телеканале ЮВЕЙ.